Приветствую всех зрителей по ту сторону экрана. Это новый выпуск Универа Ньюс. С вами Кристина Зеединова и мы начинаем. Новости о подорожании тарифов на проезд в общественном транспорте. Как отреагировали студенты? Ученые КФУ провели исследование на тему лечения рака с помощью рекомбинантных вирусов. Растение, высаженное на Луне, дало расток, но погибло из-за перепада температур. Новости о подорожании тарифов на проезд в казанском общественном транспорте сильно сколыхнуло студенческую среду КФУ. Новые тарифы войдут в обиход только с 1 февраля текущего года, но студенты города уже озаботились этим вопросом. Самые инициативные из них опубликовали 15 января петицию с просьбой ввести в республике специальный льготный проездной учащихся вузов. Какой оборот примет этот вопрос и как к ситуации относятся студенты Казанского и Федерального – наш следующий сюжет. На сайте change.org создана петиция с требованием создать в Татарстане студенческий проездной. Активисты направили свое обращение президенту республики Татарстан Рустаму Миниханову. Среди адресатов также спикер республиканского госсовета Фарид Мухаммедшин и глава регионального министерства молодежи Дамир Фатахов. Авторы отмечают, что в Казани и других городах Татарстана нет льготных проездных билетов для студентов. При этом ранее в Казани действовал выгодный тариф, позволяющий покупать 50 поездок за 750 рублей на один вид транспорта. Сегодня этот тариф в процессе отмены. Мы уже предвидим, как вся наша и без того скромная стипендия будет уходить на проезд, говорится в обращении. Мы решили узнать у студентов Казанского федерального университета, что же они думают на этот счет. Это нужно для студентов, учитывая, что, допустим, у многих студентов очень туго с денежными средствами, приходится как-то выкручиваться, естественно. Среди населения существуют группы, которым просто необходимы льготы на проезд в связи с материальным положением. И я думаю, что студенты также входят в эти группы. У меня не очень много денег, и льготы способствовали бы сохранению моего бюджета. И вообще, вот сейчас отменили проезд за 750 рублей, я не знаю, что делать. Мне приходится ездить за наличный расчет, я трачу по 2000 рублей в месяц. Утром 18 января министр молодежи Республики Татарстан встретился с автором петиции о льготах на проезд студентам Максиму Мухамедзианову. Помимо главы ведомства на свещании присутствовали представители Лиги студентов, лидеры студенческого самоуправления, представители перевозчиков. Нужно еще подробнее понять механизмы, как это все будет делать, будем это делать. И полная проработка, точная проработка детальная каждого вопроса, что касается студенческого проездного, чтобы мы предложили нашу модель, руководство Республики. Снова погрузимся в этот клуб работы и на следующей неделе снова будут рабочие встречи по этому вопросу. Стоит отметить, что на данный момент петицию подписало уже свыше 4000 человек. Напомним, что в Казани тарифы на проезд вырастут с 25 до 27 рублей за поездку. В то же время в столице Республики подорожали и проездные билеты. Диана Шилова, Артем Тупичкин, Александр Юдин, Универ Ньюс. Вирусы против рака. Чтобы поймать киллера, нужно пустить по его следу другого киллера. Эта киношная мудрость натолкнула ученых КФУ на мысль приручить идеальных убийц микромира вирусы и заставить их охотиться на раковые клетки. Подробнее об исследовании в нашем следующем сюжете. В мире интенсивная идет разработка лекарств от онкозаболеваний на основе вирусов. Обзор исследований ученых КФУ из OpenLab генной клеточной технологии Института фундаментальной медицины и биологии на эту тему был опубликован в журнале Biomedicine. Эволюционно вирусы очень хорошо приспособлены для того, чтобы проникать в клетки организма. Они, в общем-то, являются своего рода взаимодействительными паразитами. И ученые давно уже заметили, что некоторые вирусы могут поражать и опухолевые клетки. Рекомбинатные вирусы представляют собой ценный инструмент для разработки противоопухолевых терапевтических вакцин. Мы используем их возможность проникать эффективно в клетки для того, чтобы они вместе со своим геномом внутрь клетки протаскивали, доставляли и различные терапевтические гены, которые как раз и будут оказывать противоопухолевый эффект. Уже два года ученые КФУ пытаются научить рекомбинантные вирусы, а ходят и за злокачественными клетками. Разработки Казанского федерального университета, но мы также взаимодействуем с нашими коллегами из США и Великобритании. Но основная идея, основная реализация проекта осуществляется в стенах Казанского университета. Лечение онкологии путем вирусов происходит из-за активизации иммунной системы человека. После того, как вирус заражает клетку опухоли, он начинает размножаться внутри этой клетки. Пораженная раковая клетка высвобождает вещества, называемые антигенами опухоли, которые позволяют клеткам иммунной системы распознать опухоль и также броситься на ее уничтожение. Мы своего рода маркируем, окрашиваем опухолевые клетки так, чтобы иммунная система организма лучше их распознавала, возникал правильный иммунный ответ против опухоли и уже собственная иммунная система организма очищала организм от опухолевых клеток. Стоит отметить, что исследования проводятся при финансовой поддержке проекта повышения конкурентноспособности ведущих российских университетов, в число которых входит Казанский федеральный университет и гранта Российского фонда фундаментальных исследований. Диана Шилова, Универньюз. Китай уже совершил уникальное исследование, посадив космический аппарат на темной стороне Луны. Далее следовала посадка растения на Луне. Для чего это нужно и каковы результаты эксперимента, мы расскажем в следующем сюжете. На обратной стороне Луны приземлился китайский зонд Чан-Э-4. Это первая посадка на этой территории в истории. На космическом аппарате находятся растения и другие живые организмы. Они были взяты для создания замкнутой экологической системы. Одно из растений, хлопок, дало росток. Прожило 9 дней, но завяло из-за перепада температур. Опустившееся до минус 150 градусов температуру убило растение. Здесь речь идет исключительно о поддержании необходимой температуры, потому что, судя по всему, является единственной большой проблемой для растений. Мы знаем, что гравитация и космическая радиация на том уровне, который находится там, КС или Луне, в принципе, не являются преградой для роста и развития растений. В данном эксперименте работа с живыми организмами проходит без участия человека. Большинство таких опытов проходит при непосредственной работе космонавтов. Как только у нее появится база китайцев, которая способна поддерживать жизнедеятельность человека, растения вполне способны там жить. Такой проект является подтверждением того, что Китай планирует стать одной из ведущих стран в космическом направлении. Это был некоторый репутационный шаг, который продемонстрировал всему миру, что Китай способен создавать автономные такие вот системы маленьких жизнеобеспечения. И первый претендент того, что растения в принципе способны прорасти на поверхности другого планетного тела. Выращивание растений на другой планете позволяет воссоздать не просто экосистему для их роста, но и упростить создание космической базы. Прогресс в жизнедеятельности наметился в семенах рапса и картофеля. Эти растения могут стать пищей для космонавтов. Следующие миссии должны состояться в ближайшем десятилетии, в том числе возвращаемые миссии. Я думаю, что в рамках них нет никаких больших каких-то непреодолимых преград для китайских ученых, чтобы получить обратно проросшие биоматериалы, сфиксированные так, чтобы там нужно было проводить исследования. Возвращенные растения, давшие ростки, могут дать новую информацию, которая поможет подготовке к выживанию живых организмов на других планетах и спутниках. Подобные эксперименты ведутся и на Международной космической станции. Какое-то время надо задаться на МКС регулярно эксперименты с растениями. И в зависимости от поставленной задачи, там растения растут какое-то время, дают потомство, производят следующее поколение. Материалы фиксируются и следующее генетика реагирует и так далее. Артем Тупичкин, Универньюз. Это были все самые свежие новости. А всем студентам команда Универньюз желает удачной сессии. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова